Тайна погибшей империи, падение астероида или взрыв супервулкана, магические знания древних атлантов. Магия атлантов серьезная штука. Пирамиды или символы погибшей страны. Древние пророчества и гибель империи. Грядущий взрыв мегавулкана. Вот она прожигается. То здесь, то здесь, то здесь. Повторение пройденного. Америка как копия Атлантиды. Рабство и долларовый символ. Статуя свободы, символ Атлантиды. Если у атлантов стояла статуя Посейдона, то в Соединенных Штатах стоит статуя свободы. Судьба североамериканских штатов в программе «Новая Атлантида». Я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину, и покроют тебя большие воды, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки. Пророк Иезекииль. И разгневались на людей боги. Громом и молнией поразили землю. Рухнули величественные храмы и статуи, и напрасно люди искали спасения. Не было его. И поднялись воды океана, и поглотили великую страну. И скрылся под водами большой остров, и следа не осталось от него. Так погибла Атлантида. Вот уже больше трех тысяч лет ученые спорят о месте, где располагалась страна Атлантов. На поиски легендарной Атлантиды отправляются десятки экспедиций. Об Атлантиде написано более шести тысяч книг. Но тайна так и остается тайной. Разнообразие гипотез невероятны. То есть ее ищут в Средиземноморье. Кто-то относит ее к берегам Ирландии, Англии. Кто-то ближе к Финляндии перемещает. А в Гибралтарском проливе, на Мальте, рядом с Грецией. По преданию, атланты жили на острове, окруженном каналами и крепостными стенами. Считается, что они вели свой род непосредственно от бога Марии Посейдона. И тогда Атлантида, с которой связывают и возникновение колдовства на самом-то деле, потому что магия атлантов – серьезная штука. Но кто-то считает, что там производились генетические опыты, и все кентавры, русалки и прочие, опять-таки, мифические, как мы считаем, существа, произошли именно от этих генетических опытов, что на самом деле они были в реальности. Атланты владели технологиями, намного опередившими свое время. Энергию для своих дел они черпали прямо из земли. Им была подвластна левитация и телепортация. Они могли летать по воздуху и поднимать в небо огромные камни. Но все это были технологии, недоступные нам. Они основывались на совершенно других принципах. Принципах психической энергии. Словом, это была могущественная нация, сравнимая с богами. Они хранили трезвость ума, не теряли над собой власть и жили в согласии с природой, с людьми. Но через много-много поколений божественная кровь, ну, выветрилась окончательно. И то, чего боги не учли, что останется только человеческая природа, которая далеко не всегда ангельская, скажем так. И поэтому возобладал человеческий нрав. И стали процветать жадность, сила вседозволенности. Каждый старался себе приобрести больше власти и больше богатств. Случайно или нет, но современные данные показывают, что пирамиды и прочие достижения цивилизации вдруг неожиданно появились во многих частях света. В Африке великие пирамиды Египта, ритуальные пирамиды майя и ацтеков в Южной Америке, пирамиды Китая и островов Тихого океана. Считается, что после гибели главного, острова части Атлантов удалось спастись. Они рассеялись по миру, который был еще почти в диком состоянии. Очень интересно, что у басков, у берберов, у некоторых амазонских племен непропорционально действительно количество людей, у которых отрицательный резус-фактор. А считается, что это как раз признак происхождения от атлантов. Именно атланты передали людям остатки своих знаний. И вот в разных концах света почти одновременно появляются очаги цивилизации, основанные на принципе пирамиды, как в архитектуре, так и в социальной жизни. Спасшиеся представители высшей касты Атлантиды, они, соответственно, продумывали, а как организовать дальше жизнь человечества на Земле. И в их алгоритмике просто в принципе не было никаких иных схем, кроме вот этой пирамидальной системы рабовладения, которая действовала в Атлантиде. По сведениям, дошедшим до нас, Атлантида погибла в результате какого-то гигантского природного катаклизма. Что это был за катаклизм, нам доподлинно неизвестно. Одни ученые считают, что Атлантида погибла в результате падения гигантского астероида на Землю, в результате чего земная кора треснула, и Атлантида провалилась сквозь Землю. Другие специалисты полагают, что причиной гибели атлантов стало сильнейшее извержение вулкана. Мы знаем, что случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Произошло ли это ввиду извержения вулкана, или сдвига тектонического плит, или это произошло вследствие трансформации земной оси. Это не суть важна. Важно понимать, что такой механизм в Божьих руках, он всегда присутствует. И нельзя играть с Богом в такие игры крупные, когда отдельные цивилизации, отдельные кланы, хозяев, как они считают, земного шара, ставят себя выше Бога. Так как Атлантида располагалась на огромном острове, окруженном океаном, то само положение державы атлантов предопределяло важнейшую роль среди богов – Посейдона или Нептуна. Платон описывает, что в центре Атлантиды был огромный храм, посвященный Нептуну. Именно море и мощный флот связывали атлантов с миром и подвластными им островами. Бог моря Посейдон считался колебателем земли, то есть богом землетрясений. Именно Посейдон властвовал над всеми сторонами и особенностями жизни атлантов. А еще в Атлантиде была известна огромная статуя Нептуна Посейдона, которая возвышалась и которая была видна издалека. Но некоторые легенды говорят, что сначала, значит, там, где неправильно жили народы, опять-таки легенды уже преобразовались, это уже потомки атлантов переехавшие, и у них рассказывалось про статуи уже женские. И тоже они везде стояли большие, а потом боги то превращали в озеро, место, где жили эти люди, когда они начинали жить неправильно, и статуи точно так же уничтожали. То есть как-то вот везде присутствует огромная статуя, и везде всяческие катаклизмы и потопы. То есть так достаточно любопытно. Ну и есть теория, что у нас нынче тоже есть Атлантида новая, которая является Соединенными Штатами. Свои тайные знания последние атланты передали египетским жрецам. Отсюда в Египте и пошли культ пирамиды и специфические обряды. Но по легенде, самые заветные тайны атланты замуровали между лапами большого сфинкса. Кстати, последние археологические исследования обнаружили под сфинксом пустоты. Возможно, вскоре нам откроются секреты атлантов. Из Египта знания перешли в Древнюю Грецию, оттуда уже в Европу. Их владельцами стали первые масоны, хотя истинный смысл многих из ритуалов оказался утерян. Известно, что основателями масонского движения в Европе были англичане. Англия – это достаточно небольшой остров. И поэтому, скажем так, появилась идея создать новую Атлантиду и новый мировой порядок. И часть англичан, и достаточно большая часть масонов Англии переселилась в Америку, пытаясь создать там новую Атлантиду. То есть, если у атлантов стояла статуя Посейдона, то в Соединенных Штатах стоит статуя Свободы. На долларе находится пирамида, которая является во всем мире символом Атлантов, потому что считается, что именно они владели технологией пирамид. Действительно, Соединенные Североамериканские Штаты во многом копируют Платоновскую Атлантиду. Посмотрите на архитектуру Соединенных Штатов и сравните с описанием данным Платоном. Они построили над каналами огромные мосты и возвели высокие стены, заключив их в металл. Внешняя стена сияла бронзой, следующая была покрыта оловом, а внутренняя – орехалком, неизвестным металлом, сверкавшим как огонь. Главный храм, посвященный Посейдону, был покрыт серебром, а его шпили сверкали золотом. Размеры храма в три раза превышали парфенон в Афинах. Золотая статуя Посейдона, которая почти касалась крыши храма, была высотой в 300 футов. Кстати, высота статуи Свободы в Нью-Йорке вместе с пьедесталом как раз составляет 300 футов. Принцип управления Атлантиды – это, безусловно, пирамида. То есть, жесткая пирамида, когда божество некое наверху и рабы разного уровня внизу. И действительно, этот символ несет на себе кредитно-финансовая система, ныне господствующая на Земле, олицетворением которой в настоящее время является доллар. И не случайно, а на однодолларовой купюре мы и видим все знаки принципов пирамидального управления. Там все до последнего штриха подчеркивает этот тоталитаризм либеральный. Смотрите далее. Черное рабство и новая кабала. Он четко по гроб жизни попадает вот в это вот финансовое рабство. Взрыв мегавулкана. Возмездие неотвратимо. Если не получим урожай одного года, считайте, нам всем будет конец. В первой части программы загадка атлантов или погибший остров. Нельзя играть с богом вот в такие игры. Перекличка статуи. Посейдон или свобода. Везде присутствует огромная статуя и везде всяческие катаклизмы и потопы. Существуют и другие заметные сходства между Атлантидой и Соединенными Штатами. Известно, что Атлантида была страной с четко структурированными делениями на классы в виде пирамиды. Вверху были жрецы и управленцы, а внизу рабы. Это была классическая рабовладельческая страна. В самой демократичной стране мира Соединенных Штатах Америки черное рабство было отменено лишь полтора века назад. До этого чернокожих рабов массово завозили из Африки. Да и после официальной отмены рабства права чернокожего населения были нарушены. Кстати, последним штатом, ратифицировавшим поправку в Конституции об отмене рабства, был Миссисипи. И случилось это, вы не поверите, в 2013 году. Но сегодня вся Америка вновь находится в рабстве. Рабстве доллара. Иной тип рабства – это рабство финансовое, то есть за счет института кредитов, которые очень красиво как бы названы словом «кредиты», а в переводе на русский язык это «кабальные грамоты». То есть, по сути говоря, человек, изначально вступая в жизнь, попадает в финансовую кабалу, и он финансовый раб. И таким образом им можно совершенно спокойно манипулировать, направляя его в то или иное направление. Если, к примеру, чувствуется, что он в состоянии кредиты отдать, значит, ему надо выдать каких-то новых продуктов, которых он наберет опять в кредит, продукты при этом должны быть низкого качества, чтобы они быстро ломались, и он вызвает им все время набирать новые и новые кредиты, и таким образом он четко по гроб жизни попадает вот в это вот финансовое рабство. Известно, что Атлантида погибла за один день. Боги прогневались на нацию, погрязшую в грехах, на нацию, собиравшую богатство со всего мира, учредившую жестокое рабство, утонувшую в сластолюбии и лень. По преданию, она была уничтожена гигантским вулканом. Но перед этим боги не раз посылали атлантам различные предупреждения. Считается, что Атлантида погибла от извержения вулкана. На территории Соединенных Штатов находится один из самых крупных вулканов, Елоустонский вулкан, который постоянно сейчас активизируется и извергается землетрясениями до 5,5 баллов. То есть это достаточно серьезные толчки. Сама кальдера начинает подниматься. Сегодня правительство даже ввело штраф из-за разглашения сведений о состоянии вулкана. Но, как показывают данные, очаг магмы за последние годы приблизился к поверхности почти на метр. Большая масса на большей площади выбрасывается в атмосферу. Кальдера, это она чередуется. Вот она была там, потом там, потом там, потому что это так называют ходспот, точка, где у вас плюмы из мантии поднимаются к поверхности, поверхность скользит, согласно вегенерам, и у вас она прожигается то здесь, то здесь, то здесь, а плюм под корой стоит. Он то прорвет, то не прорвет, то прорвет, то не прорвет. Примерно существует какая-то периодичность, но она не четкая периодичность. Вот сейчас наступает то время, которое прошло между предпоследним и последним. Кто знает? Ученые подсчитали, что Елоустонский вулкан извергается с периодичностью примерно в 600 тысяч лет. И можно сказать, что срок следующего извержения давно назрел. Ученые предсказывают, что извержение супервулкана может привести к понижению мировой температуры на 10 градусов за десятилетие, изменив всю жизнь на Земле. Интересные вещи, на самом деле. Сейчас подъем масс почвы в Елоустонии превышает раз в 5-9. 10 больше, чем в предыдущие 30-летия. То есть, вроде там чего-то такое хочет закипеть. Понимаете? Об этом, конечно, очень беспокоятся люди. Ну, некоторые говорят, что это ерунда, этот Елоустон даже муки не убьет. А другие говорят, что это конец будет. Понимаете? Если супервулкан взорвется, то мало не покажется никому. Треть территории Соединенных Штатов погибнет под слоем пепла. Выброшенное в небо облако пыли закроет солнце на несколько лет, и на Земле наступит ядерная зима. Температура понизится на десяток градусов, а это значит, что погибнут почти все растения и животные. Последнее такое извержение произошло где-то около 70 тысяч лет назад в Индонезии. Тогда на Земле погибли почти все люди и растения. Словом, извержение, погубившее Атлантиду, покажется детской шалостью. При таких мощных извержениях у вас выбрасывается в атмосферу и, в конце концов, в стратосферу большие массы сернистого газа, который, в конце концов, превращается в сульфатный аэрозоль где-то на высоте 12 тысяч метров, и который, если много выбросишь, может настолько ослабить солнечную радиацию, что мы можем не получить урожая в этот год. Понимаете? А что такое не получить урожай в этот год? Мы-то ладно, где-нибудь скроемся, нас не убьет буквально. А что такое не получить урожай в один из годов? Вы знаете, сколько человечество накапливает продуктов урожая данного года до следующего года? Только чтобы покушать один месяц. Если не получим урожай одного года, считайте, нам всем будет конец. Понимаете меня, да? То есть, здесь главное вот такое уже опосредованное действие, а не просто убийственное действие кусков выброшенной лавы. Понимаете? из максимальных извержений за последние 2 миллиона 4, 3 было елоустонских с выбросами 2450 кубокилометров выбрасываемые породы до 1000. Понимаете? Вот что такое елоустон. Это наиболее привлекающее к себе явление в настоящее время в литосфере. Америка и есть Новая Атлантида. Уж больно много совпадений между самой могущественной страной прошлого и сегодняшними Соединенными Штатами. И та, и та самые крупные морские державы, посылавшие свои корабли в другие регионы за рабами и сокровищами. Идея мирового господства, царившая в Атлантиде и господствующая в США. Рабство и кредитная кабала, да и само государственное устройство по принципу пирамиды. Не случайно на долларовой бумажке главный символ пирамида. Если этот супервулкан извергнется, то этот континент просто исчезнет, как исчезла Атлантида. То есть ситуация очень похожая. И при этом получается, что все знаки подаются, но Соединенные Штаты как слепые этих знаков не видят. Многочисленные пророчества предупреждали Атлантов, но они не внимали их. Точно так же есть точные пророчества об Америке. Американский провидец доктор Линдси предсказывал в 60-х годах прошлого столетия о гигантской судороге, которая прокатится по всей территории США. При этом юго-западный кусок постепенно погрузится в кучину океана. От США останутся только несколько островов. Ему вторит и другой очень известный американский сновидящий Эдгар Кейси, напророчивший разрушение многих штатов на обоих побережьях, которые уйдут на дно океана. История ничему не учит. И пример этому судьба Атлантиды. Если смотреть дальше, печальные страницы истории Атлантиды, то это стремление к мировому господству и захват чужих территорий. Я думаю, не надо комментировать параллели, и так у всех на слуху. Где не пойдут устраивать демократию, там крах происходит, и долгоиграющие войны с геноцидом населения, и вообще с ужасами со всеми. Ну и вот попытка действительно быть гегемоном, жандармом всего мира. И использование любых средств считается хорошим. Ну и есть замечательная статуя в Америке, Свободы называется. Она в общем-то вполне тянет на скульптуру Посейдона, которая была огромной, которую было видно сразу же, как только человек приближался, ну и само расположение у воды. И то, что сейчас участились нападения природы на территорию Соединенных Штатов, тоже, наверное, вещь символичная. Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Откровение Иоанна Богослова Редактор субтитров Кулакова Редактор субтитров